всем здарова всем привет вы на канале гамбита здарова ребята вот и мы продолжаем развлекаться с ларным миллиодасом до 75 тысяч бака все еще его не пофиксили все еще не порезали я жду этого момента когда его порежут когда разработчики выдадут нам овер дохрена награды по что это как-то прям ну типа вообще не честно вот и пока у меня есть такой миллиодас давайте пвп на 400 тысяч бака ну все я верю типа как классно писали типа по предыдущим видосам я прошел пвп на самом-то деле нет типа я знаю что есть многие ребята у которых закрытая пятая конста у которых есть миллиодас и которые больше меня пока то есть понимаете 400 тысяч бака на данный момент это просто на рандоме если буду попадаться против каких-то ну тут победа тут победа даже вот я просто не смотрю на команду все это победа так давайте наверное старосу тыкнем да просто эстарос кстати миллиодас у меня щас хп дефит можете ему сделать хп крит урон для того чтобы урона было еще больше и кстати да типа в этой формации типа мел весьма весьма плотный то есть хп дефит да он типа немножко просаживается по урону но если я смогу забрать эстаросу миллиодас по факту особо ничего не страшно и его можно быстро забрать через вторжение окей хорошо без вторжения с ним тяжело играть о мне карту ран хапнули работа по эстаросе кстати очень грамотный ход даже если это был бы реальный игрок он бы сделал все правильно есть он пытался забрать у меня старосу что эстароса дает огромный огромнейший валуев для команды я могу по факту пробовать забрать эстаросу и можем попробовать золотой картой цари сколько у нас атаки сейчас 35000 давайте пробуем забрать миллиодаса конечно заливиться тоже было бы прикольно сейчас забрать но я хочу пробовать именно забрать миллионаса и по что интересно я заберу миллидоса или нет хотя у меня золотая карта там 3 там 3 тьмы 372 тысячи ладно бабочки этот урон смотрелся чуть интересней а из того что там не было типа сета а сейчас я типа в сете в хпдф нам и туда типа немножко урон варьируется так так сказать он не настолько огромный как мог бы быть ой да ладно да 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 давай еще карту ран хапни и еще карту ран хапни мне нужно больше золотых карт да я согласен я полностью в этом плане жаль конечно ауешек нет давайте сделаем вот так это по идее как должно забрать уже пацана вот и как-то так сделаем дело по идее как мы уже закончили этот бой до 397 тысяч ребят это всего лишь это всего лишь первого уровня карты которая которая случайно рано хапнулась из-за того что его били ну просто били светлого миллионаса ладно это первый бой походу реально был против бота но забирать эстероса в этой формации это очень грамотный ход но вопрос тогда что вы будете делать с дальнейшей командой и вот уже тут все еще остается зелдрис который очень и очень то есть ну типа де-факто эта команда собрана без слабых мест ну ладно отмена атаки вот мне писали классно типа в предыдущем комментарии предыдущем видосе него отмена атаки окей хорошо зашибись да у миллионаса есть карта которая может он хапаться она будет хапаться по что у синей мэрина весьма неплохой шанс архангел архангел кстати кстати если играть не на такой формации на формации с дианкой которая сейчас мосхевна щиты крайне сильно бесят щиты очень сильно бесят ладно здесь играем по самому самому месту это типа в зеленый сарь или сразу формация лопается у оппонента у 224 тысячи а о ешки извините меня почти по 100к уронов каждого чем того что миллионас у меня просто в хпдп ой мне три карты если ну тут баф дебафная карта которая ран хапнет мне карты и стоечка для максимальной плотности и я сейчас буду раздавать лещей может ультимейт собрать здесь нет ульт контроля и мы такие просто соберем ультимейт и все я думаю что сейчас мы можем вполне спа так это будет две карты не я сделаю так это даст мне еще один орб и я ставлю две карты в руке может сейчас кстати мы проиграем ну ладно типа минус он долго играл он долго играл ладно там рагнарёк бан это соответственно типа уменьшение стат атаки которые мне есть ладно я могу еще добавки понакидывать через зелдриса хотя бы один дебафчик накинуть во вторжение я ни на кого не накину но это просто как дебаф это просто как дебаф наверное как-то спасибо не 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 давайте без убийства кого-нибудь я планировал что вы мне вообще сейчас ничего не сделаете да вы мне ничего не делаете так отлично отлично все они мне ничего не делают я сейчас просто буду еще один дебафчик это хорошо я наложу на мейля просто вторжение это не уменьшить его статы просто как лишний дебаф и ультимейт на две карты в арха у которых есть дэмэдж редакшн свой а так само мель наложил на меня уменьшение на 20 процентов исходящего урона то есть в принципе урона должно быть мало плюс я релик зелдриса не полностью разогнал ну три с половиной ляма раз не критан маргарет не критону я критану в маэль а но не критану в маргарет мел немножко не дорабатываешь вот честно тебе скажу немножко не дорабатываешь всего лишь три с половиной ляма урона вот и меня кстати тоже типа спрашивали типа гамбит а если я сделаю ларного мела вот на у него ультимейт будет 16 он будет играть на арене или нет очень хороший вопрос был он все еще будет оставаться я буду постоянно на него отвечать ему ответ пожалуй наверное да он будет играбелен потому что даже с 1 6 ультимейтом но если вы займетесь внешкой его вы получите персонажа в 73 тысячи бк 73 тысячи бк с 1 6 ультимейтом который офигенно наваливает с картами и если он играет в команде демонов вот очень важный момент что он играет команде демонов не тут не хочу ультовать и я не хочу наверное локоть мела или я хочу локоть я хочу локоть мела все равно я локну мела пускай будет пускай просто будет типа идей надо он не будет так сильно ультовать так много урона с ультимейта но есть один такой маленький нюанс что у меня оверкилл три с половиной ляма урона в команде демонов 6 6 1 6 сколько выдаст ну чуть-чуть меньше но он выдаст выдаст а подожди он мамел это вот а чё вы мела не трогаете мел же здесь страшный алёу ребят какой-то непонятный чел это очень непонятный чел давайте заберем из таросу то есть мы сделаем так так и так дал не будет супер приема но блин вы вообще все равно вообще все равно я бы конечно а уешку скинуть но тогда супер прием будет на одну карту это мало а так я гарантом все забираю типа с таросу 24000 с чем того что я локну чанглера то есть да я понимаю возможно вот типа будет чуть меньше конста там чуть хуже сет типа все остальное но в команде демонов он все равно остается крайне крайне ядреным дать его если буду ходить вторым скорее всего я буду мой боже мой еще у меня две ауешки у меня две ауешки я их использую на двух юнитов с двумя картами в руке с двумя бафами на атаку ну да 30 тысяч атаки давай 1 2 3 все как все как по классике разды бабчики раз тьма там даже вторжение есть на миллионосе которые ой как ой как он получает больно лещей ой как он больно получает лещей 4 в двоих 4 4 ляма урона в двух юнитов в двух юнитов просто сколько сколько а там было 4 ляма урона просто в двух юнитов просто потому как миллионос такой но у меня две карты в руке по 2 ляма уронов каждого по 2 ну ладно там типа в мела ушло больше урона по что он был под вторжением но все равно как вы думаете 16 миллионос будет выдавать цифры которые хватит для того чтобы убить персонажа нечет кажется что да нечет кажется что точно да объективно я да как говорили тебе в видосе я прошел тпп пу что ну блин ты просто тыкаешь 1 2 3 все ты автовид команда демонов оверсильная в плане бк обер сильно я кстати даже не смотрю вроде к нам даже сейчас попадается чисто одни боты что очень кстати обидно для этого видоса 213 тысяч бака ой 213 здесь 13 тысяч урона но это это когда ты играешь на команде в 400 тысяч бк на арене карл 400 тысяч локмела да классно все зашибись он теперь не будет дамажить от слова совсем не старался не пугает такой урон ладно у нас первого уровня карта имела в руке я не хочу скидывать наверное а вот здесь кстати очень страшно ладно давайте просто избавимся наверное от чандлера но его не смогу добрать сейчас первого уровня карта вряд ли на дамажить так много я могу вкинуть вторжение это единственное что я сейчас могу сделать наверное я наверно я хочу протестить урон посмотреть насколько там а там что link армия или красного ой твою же дивизию сейчас сейчас если мел не добьет первого уровня карта эстаросу будет плохо да он не добил лан там вторжение на эстаросе по идее как мы сейчас боимся сильно мела у меня есть еще одна карта если она рон хапнется это будет очень круто вот это будет реально очень круто так а о ешечка с критами по мелу это шикарно боже насколько команда просто не чувствует дамага ой там вторжение там вторжение не пробьет он не пробьет мела миллиона с под вторжением это очень страшно для нас или нет не так просто интересно так миллиона с под вторжением 17 тысяч атаки я наверное даже первую атаку эту завязаю потом сюда вот так ну и пускай как это так тоже будет ладно мы не добили кстати кстати это что интересно под вторжением мел не добил астаросу ладно у меня есть постарховочная карта которая удачно попала красно-вражеского астароса я я я я не знаю как как вообще это комментировать теперь ну вы сами видите что происходит сейчас кстати очень плохо то что я сейчас не могу добить через смело для того чтобы был его победный экран вы я не получается мне нет просто карт миллиодаса и все 90 тыс урона 90 тыс урона золотой карты по салатах и цели демоны слишком сломаны на арене то есть я раньше говорил о том что демоны слишком сломан на арене и вышел бан который по идее как кайтит их но бану нужно пробить но я не знаю ну зелдриса ну вот если брать именно команду бана да который типа он будет играть например он будет ходить первым ему наверное нужно будет вырубать зелдриса пуштая староса в основном типа сленком красного тармеля его тяжело забрать миллиодаса тоже крайне тяжело забрать вы ему быстрее карты на ранг а пойти чем его заберете хотя знаете может я сейчас в этом видосе буду ходить вторым у меня всего лишь то 400 тысяч бк на арене можете буду ходить вторым о команда бана 345 тысяч разница в 55 тысяч просто разница в 55 тысяч линк тармы не не линк тармы давайте до сюда бана потерпим немного просто настакаем статы сейчас увидим линк тармы он где то есть он в темном миллиодасе линк тармы ну и кстати да здесь в принципе неплохая фестивальная команда плюс бесячий мел будет плюс бесячий бан будет короче команда будет весьма и интересно так ладно там бан очень быстро разгоняется кстати о том что я говорил пробовать фокусить с таросу давай метка второго уровня карта а уешка по суперс хотя я думаю . может быть и забрала эстаросу хорошо значит там у нас красный тармель мы можем сделать вот так сделать вот так и сюда под вторжением забрать персонажа триста четырнадцать тысяч и и дверь чтобы они не хилились триста шестьдесят две тысячи уронов бана у которой там 40 процентов дэмэдж редакшн плюс уменьшение 10 процент связано с атак характеристик когда вы бьете под дебафами пушта за в четвертом статье как бы вот видите типа за адрес с реликвия который уменьшает который еще увеличивает базу на этой команды это дико это 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 слишком дико ну там плотности много плюс командов триста сорок пять тысяч это в принципе весьма неплохая команда по бк вот вот так вот дадья можно принципе забрать астаросу мы потеряем тьму но мы не потеряем дебафы от зелдриса которые мы сделаем так так и ультимейт на две карты ну все как стандартно как по классике ультимейт на две карты сегодня у нас эта тема практикуется но уже без астароса но 4 добавки мы наложили нулям 800 лям 800 эстароса очень много валуева дает в плане дэмэджа лям 800 может мы так претенденту идем кстати мы уже подошли к претенденту да давайте сейчас сделаю здесь срезку пойду куплю просто за монет хотя не буду делать срезку я просто пойду куплю за монеты дружбы себе еще парочку боев вот и мы продолжим по соревнования не парочка вот теперь парочку скупить ой боже стример и его очень быстрая покупка билетов когда он не хочет тратить гемы я куплю только два билета по что я я думаю что мне больше и не надо для того чтобы попасть претендент мне хватит просто двух боев и все это будет последний ну претенденте может быть я что-нибудь сделаю в плане пвп шинах видосов но блин там же не интересно может попробую команду которая сейчас очень крутая будет в сезоне это с банном светлым попробуем поиграть в топ-100 с розетным баном и с дианой без реликвии ну вот в топ-100 я думаю это то что прям надо для контента хорошо у нас есть два боя у нас есть почти претендент принципе отыгрался к 33 боя 31 победа и два раза проиграл как раз когда играл с дианкой с баном и смелом ай походу там был реальный игрок а мне не дали его ударить вот идейно я тогда проиграл пушка щиты богини слишком сильно скамят от реально очень сильно скамят потому что тяжело наносить дэмэдж но эта команда бана а здесь у нас команда как бы команда демонов которые которые все равно на щиты весьма неплохой и бк у оппонента кстати могу ультимейт зарашить сразу сходу на две карты но все равно я могу зарашить ультимейт будем рашить ультимейт я думаю нет пускай нас бьют правильно правильно пускай нас бьют потом нас будет золотая карта да без ультимейта но будет золотая карта мы будем носить тонну дэмэджа уху еще одна карта дайте мне овешку зелдриса ранхап ранхап нити мне карты я хочу чтоб не ранхапнули карта давай 1 ранхап шикарно шикарно раз он хам давай второй ранхап блин не 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 астарос щас летит кстати очень грамотный ход это опять бот ну очень грамотный ход просто забирать забрать астаросу здесь можно здесь не такая большая плотность как с темным мелом но дпс здесь больше ладно что делаем так дайте сделаем так и вот так и я думаю дмаха хватит для того чтобы забрать двоих ну я так предполагаю мы сначала забираем астаросу что убирает снасть тьму соответственно уменьшает им статы после чего я забираю мела потому что он уже без статовый я всего лишь 400 тысяч наношу салтарь это вторых меня не случайно ранхапнули и да умните руль тиммейт в руке есть по идее как он может истощить этот супер прием и даже забрать астаросу не он не может просто набор но он забирает астаросу бот забирает астаросу еще одна карта ладно он он даже удалился при прием какой хороший бот против меня попался типа это ужасно я понимаю почему я не встречаю реальных игроков реальные игроки не хотят играть против вот этого вот это слишком страшно ну просто чтобы наверно бирочку всех подводят подобивать еще четыреста семнадцать тысяч ну вот честно игра превращается что очень интересное знаете прям очень очень интересное я в восторге я просто я реально вас 40 я представляю каком восторге вы когда видите эту команду и прикиньте вы попадаете против меня пвп эти все остальное 400 тысяч бк а мне еще один бой надо надо же типа зайти в претендент на этой команде давай давай да один бой я сыграл один раз выиграл давай второй раз вторая победа я уверен в этой команде ну вот объективно ну я не знаю что может сильно сильнее 27 эта команда может быть такая же самая команда которая ходит 1-й либо возможно какая-то команда с дианкой баном и willst вейнамбу той тему тэлер нам ко vill и который тоже ходит 1 то и здесь банально от первого хода то есть я много разговорил есть команды которые могут играть 초�ого хода они есть они существуют но данный момент эта команда просто их всех начинает ломать и очень сильно ломать. Через бедро прям. Вот прям реально через бедро. Типа, и всё равно, боже. У меня три ОЕшки. Я их, я их хочу завязать. А потом у меня будет сильный салатаркет. Люда. Люда, у которого, в принципе, неплохой БК, которого апнули, ему дали типа неплохой релик. Вот, он выдаёт хороший БК, плюс у него классный линк есть. Но, блин, сейчас фестивали, у которых по 71-71 с половиной тысячи тысячи БК, и Мел такой, здравствуйте, у меня 75 тысяч БК, перебей меня по БК, давай! Это ужасно. Это реально, это просто ужасно. Я понимаю ваше негодование в том плане, что вот, а как играть в эту арену, как вообще играть в это дело. Я не знаю, я бы хотел бы вам как-то помочь в этом плане, но я сам не знаю. То есть, эта команда, если находит первой, она разбирает всё. Возможно, там Эсконор сейчас затачит против нас. Кстати, что интересно. А мы знаете, как сделаем? Я сделаю вот так. Потом сделаю вот так и вот так. Это снимет стак. Потому что если бы я его сейчас бил бы, ау, ау, он всё равно умер. Это твою дивизию. Ну вы можете не умирать хотя бы, ну блин. Это Unreal. Это просто Unreal. Типа, Lost, он сломан. Это второго уровня карты были. Второго уровня карты были, которые... Подожди, он только что фу-лова забрал мела, да? Он был фу-лова, он отхилился, я его там не трогал, я бил соседний таргет. У меня снова карта мела есть. Они всё ещё пытаются забрать Астароса. Киени молодцы. Киени молодцы. Ну и это не смешно. Честно вам скажу, это просто не смешно. Я просто стак тимы наложу. Просто почему бы и нет. Один стак тимы, два дебафа. Лямба 700 урона. В двое цели. По 900 тысяч в каждую. Как? Зачем? Почему? Хорошо. Мел очень шикарный. Знаете, вот... Очень крутой мел. Реально крутой мел. У меня восторг от него. Но я просто понимаю, насколько он перебафанный. Это анриел. Просто перст на данный момент. Поздравляю в претенденте. Спасибо большое. Я в претенденте. Да, классно. Что делать с ним? То есть, есть очень классная тема, что я, например, Моэля не могу поставить формацию с Астаросой. Сделайте так смело. Ну, типа... Я не знаю, ну, хотя бы как-то так. Ну, типа, Моэля я не могу поставить вместе с Астаросой в формацию. Все. Сделайте так, чтобы я не мог холерного Моэля оставить в формацию со Астаросой. Ну, это сломано. То есть, мы говорили, вот, типа, демоны, все остальное нивелируют арену, все остальное. Они сейчас стали еще сильнее нивелировать арену. Ну, типа, объективно, вот этой команде все равно. У них БК? Ладно, команда Бана с Дианкой может перебить по БК. Потому что у Дианки неплохой БК, у Бана вообще шикарный БК, у ЛАРного Мела тоже неплохой БК. По БК у меня 75 тысяч, ну, есть, грубо говоря, и там, и там Мела есть. Зелдри 69 тысяч, Дианка выдает что-то под 70-71 тысячу БК. Астароса 67, Бан выдает тоже 70-71 тысячу БК. И... Да, четвертый слот тоже сильнее, чем Кюзак. То есть, объективно, команда Бана фаловая с Дианкой на релике с ЛАРным Мелом по БК. А сколько это будет по БК? Потому что линки остаются те же самые. Ну, ладно, Дианка уходит. Дианка, да, классный линк. Она уходит. У нас есть Тармель, у нас есть Сариэль, у нас есть Маэль. Это все три линка, которые можно накинуть на команду Бана. Здравствуй, игра! Здравствуй! Да, мы снова... Кстати, заметьте, уже который раз я заканчиваю последовательность боев 13. Я заканчиваю на этом прекрасном числе. Это ПВП и этот видос на 400 тысяч БК команда с ЛАРным Мелом. Я в шоке. Так, кстати, знаете, чисто немножко потянул видос. Это всего лишь 24 минуты. Я хочу посмотреть на БК команд, которые сейчас в рейтинговом матче играют. И взять, например, Триги. Я знаю, типа, что у него, в принципе, неплохой БК может быть. Не, это старая команда демонов. Секс-Фор... Секс-Фор вроде бы не апал консту. Акина. Ну, кстати, Акина может быть. Блин, я хочу видеть команду ЛАРного Мела в ПВП. И его БК у ребят, которые закрыли четвертую консту. Это все еще старый Мел. Гляньте, а что вы со старым Мелом играете? Где ЛАРный Мел? Тут вообще команда. О, здравствуйте, Доминор. Добрый вечер. Вы тоже в топ-100 играете. СВАК. Акина Сенбанзакура. Интересно, на какой команде он играет? Да, вот ЛАРный Мел, это... Это... Это БК команды без еды. Типа, здесь фиксируется команда оппонента без еды. Сенбанзакура, спасибо тебе большое. 374 тысячи БК. Сейчас, в принципе, более-менее адекватный БК на арене без еды. А теперь мы просто возьмем калькулятор. Ну, вы не видите, но я вижу этот калькулятор. 374, 146 умножить на 1, 12. Это с едой на БК и это получается 419 тысяч БК. Да, ребят, вы можете увидеть на арене 420 тысяч БК вполне спокойно. На такой веселой ноте я должен буду закончить этот видос. Здравствуй, Ларный Мел, 307 тысяч БК, Дианка 296, 37 тысяч АЗ, 296 тысяч АЗ, 284. Кстати, БАН тут, походу, БАН тут не в ХПДФе, походу. Наверное. Но 284 для него это как-то, то есть, это еще может быть еще больше. Я домой, ребят. Я домой. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok